Сегодня я вам опять же рассказываю о том, если вы словили баг в App Store. Что это именно имеется ввиду под словом баг в App Store? Это когда вы хотите сменить регион, у вас выскакивает сообщение, что этот регион не предназначен для вашего использования в вашей стране. Или же просто вы хотите обновить приложение или скачать, у вас пишут, что это невозможно, вам нужно оплатить, или еще какие-то там движения по-разному выскакивают. На эти все вопросы я вам в этом видео отвечу, и вам все будет доступно, понятно, ну и конечно же решение для каждой ситуации будет. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика Moneyback, сервис который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет. А вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент, от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками договоров оферты. Вдруг вы в течение года на донателе в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback, по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем с того, если вы меняете вдруг регион, вам нужно сменить в App Store и у вас такое вылетает. Причины бывают разные. Первая причина, самая серьезная, это когда у вас App Store используется в семейном доступе. Что значит семейный доступ? Это когда одна учетная запись используется на нескольких устройствах. То есть нужно отвязываться, новую подключать, создавать, и тогда уже можно менять страну. Вторая ситуация, когда вы тоже хотите сменить страну, у вас нет этой семейной подписки, вам нужно просто сделать что? Выйти с учетной записи в App Store, перезагрузить iPhone или iPad, обратно зайти в App Store под вашей учетной записью, оно уже может автоматически смениться, если вы меняли, либо же поменяете еще раз, это зачастую также лечится. Точно так же это касается обновления приложений или скачать. Если это не помогает, тогда ситуация другая. Вы попали в черный список. Что значит черный список? Вы, допустим, использовали подписку какого-либо там Apple Music или еще чего-то там, или купили приложение, пробный период закончился, началась подписочка платная. Ситуация такая, что компания Apple Store сделана программным путем, то что вы пока не оплатите за должность, вы не сможете ни скачивать, ни обновлять приложение. То есть это в том случае, если у вас на карте ничего не было. Если были же деньги на счету и списались, то есть можно, во-первых, запросить возврат по подсказочке в описании, по возвратам, так же как с Play Market, так и с App Store. Можете перейти посмотреть. Если не списались, вы попадаете в черный список, за вами есть за должность и так далее. Такая вот ситуация. Поэтому, чтобы выйти из этой ситуации, вам нужно писать в техподдержку. Я все ссылки оставлю в закрепленном комментарии. Если вы попали в черный список, убедились в этом. Во-первых, вам нужно узнать сумму. Как узнать сумму? Вы пытаетесь закинуть деньги на карту. Если у вас не снимаются эти деньги, вы звоните вашему оператору по вашей карте, допустим, как у меня PrivatBank. И там будет определенная сумма, которая не пропускается. Они вам озвучат. Тогда перейти на вашу карту, которую вы закрепили за учетной записью, прожать под пункт такой, как интернет-оплата. То есть заходите, меняете интернет-оплату на ту сумму, которую вам нужно, допустим, оплатить за должность. И в течение 10-15 минут это вступает в силу. То есть у вас автоматически спишутся деньги. Купили себе устройство, б.у. допустим, и хотите создать новую учетную запись. Чтобы вы понимали, на каждом Apple устройстве есть всего три бесплатных создания. То есть именно создать. Когда зашли полностью, ввели FIO, все ваши данные, электронный адрес придумали и активируете на телефоне. То есть ранее созданные на устройство можно вводить бесконечное количество без ограничений. Но чтобы создать на чистом устройстве, то есть новую учетную запись есть всего три раза. То есть до этого вы должны знать. То есть спросите у предыдущего владельца, был ли еще кто-то и сколько раз вообще создавалось. То есть запомните, три бесплатные учетные записи. Дальше я не знаю, как решать эту ситуацию. Ну именно в плане того, если связываться через техподдержку, вряд ли что-то получится. Проще всего кого-то попросить, там создать, активировать и себе уже ввести созданный. Или же там как-то выходить с этой ситуацией именно так. Вот в принципе на этом и все. Все. Видео подошло к концу. Я вам теорию в принципе объяснил. Если что-то будет непонятно, все ссылки полезные под видео будут по каждому пункту, когда вы попали в черный список, как оплатить за должность и так далее, и так далее. Смена страны в App Store. Все эти доступные ссылки будут для вас. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, подпишись на канал, прожми колокольчик, оставь комментарий. Скоро увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...